Добрый день, уважаемый президиум! Добрый день, уважаемый президиум! Девантная терапия современная касается в первую очередь третьей стадии. И вот тут возникает повод поговорить о биопсии сигнального лимфатического узла. Дело в том, что если мы посмотрим на слайд 2019 года, то по большому счету вопрос одевантной терапии для таких вот кажущихся наших реалий совсем не актуальная вещь. Но посмотрите, более 80%, практически 80% имеют локальные первую и вторую стадии. В общем-то, лучше практически не бывает. Третья стадия – это какие-то единичные пациенты с клинически определяемой третьей стадией, которые больше представляют такой научный интерес с точки зрения неодевантной терапии, чем вот какой-то одевантной. На самом деле, конечно, этот слайд не имеет ничего общего с реальностью. Мы прекрасно теперь знаем, что большая часть, примерно половина второй стадии, в меньшей степени это касается первой стадии, на самом деле это пациенты, имеющие недиагностированную третью стадию. И пока единственный способ, который нам позволяет действительно правильно отстадировать пациента – это биопсия сторожевого или сигнального лимфатического узла. И такие пациенты, которые на первый взгляд имеют раннюю, там даже первую стадию, могут прекрасно переквалифицироваться и в третью B стадию, и в третью C стадию, и даже в третью D стадию. Вот эти вот буковка А, Н1, А, Н2, А, Н3, А – это как раз-таки микрометастазы. Мы видим, что даже для третьей D стадии при толстых меланомах микрометастазы относят пациента сразу к крайне неблагоприятной третьей D стадии. Поэтому пока, на мой взгляд, совершенно преждевременно говорить о том, что биопсия сторожевого лимфатического узла уходит в прошлое в связи с появлением рекомендаций для второй C стадии, конечно, нет. Пока это единственный, по большому счету, способ нам отдифференцировать пациентов тем, которым нужна одевантная терапия, тем, которым она будет избыточна. Она, может быть, ему нужна, и мы об этом пока еще не знаем, и у нас нет других маркеров определить, нужна или не нужна. Но, тем не менее, биопсия сторожевого лимфатического узла, она должна выполняться рутинно практически в каждом специализированном онкологическом учреждении. К этому надо стремиться и об этом говорить. Второй момент – это бравмутация. Когда-то, когда у пациента выявлялась бравмутация, это вызывало даже какое-то позитивное настроение. Вот 10 лет тому назад, что вот, отлично, бравмутация, теперь у нас есть такие современные высокоэффективные препараты, мы вам поможем. К сожалению, оказалось все немножко наоборот. Бравмутация – это фактор неблагоприятного прогноза. Мы видим, что пациенты с мутированной меланомой имеют гораздо худший прогноз по общей выживаемости. И использование бравмутации, по большому счету, с точки зрения прогноза, лишь приближает пациентов к пациентам с диким типом меланомы. У пациента с бравмутацией гораздо чаще возникает рецидив меланомы кожи. Ну и в конечном итоге общая выживаемость значительно хуже, чем у пациента с меланомой без бравмутации. Когда же определять эту бравмутацию? Ну, мы имеем тоже такие данные, что в течение заболевания, к сожалению, может меняться статус меланомы примерно в 13% случаев. Причем, как с мутантного на дикий тип, так и с дикого на мутантный. Поэтому нет таких вот… То есть, это некое консенсусное решение, достаточно долго обсуждалось, когда все-таки эту бравмутацию определять. Причины такой изменчивости, они могут быть разные, они здесь перечислены. Это и истинная опухолевая гетерогенность, и какие-то изменения генетические в течение времени с развитием заболевания, ну и в том числе и какие-то дефекты метода. То есть, когда ошибки метода, когда первоначальное исследование, оно было некачественно сделано, поэтому получили ложноположительный или ложноотрицательный результат. В конечном итоге здесь перечислены разные рекомендации, но, так или иначе, определение бравмутации рекомендуется как можно ближе к моменту начала лечения. Ну, в рутинной практике мы направляем материал на молекулярно-генетическое исследование в тот момент, когда видим показания для биопсии сигнального лимфатического узла. То есть, при толщине опухоли больше одного миллиметра, потому что мы понимаем, что, в общем-то, какая-то часть этих пациентов окажется все-таки в третьей стадии и станет вопрос о назначении уже адювантной терапии. И сегодня у нас есть выбор. Иммунотерапия, о которой уже много сегодня говорилось, и адювантная таргетная терапия. То есть, возможности адювантной таргетной терапии были исследованы в исследовании комби-АйД, которое было запущено в 2013 году, и вот этим летом, в июле, оно завершается. Было два рукава. Пациенты включались ЭКОК-01 после радикального хирургического... С третьей Б, третьей А, третьей Б, третьей С стадии, это был 2013 год, поэтому здесь еще нет третьей Д стадии. Третья Д стадия появилась в восьмой редакции ТНМ классификации, без предшествующей симптоматической терапии. Ну, понятно, это адювант. То есть, пациенты... Часть пациентов получала доброфениб плюс траметиниб. В разных, примерно, количествах были разделены пациенты. Часть пациентов получала доброфениб, траметиниб. И в таких вот классических лечебных дозах часть плацебо. Ну, не буду подробно останавливаться на этой табличке. Единственное, что хочется обратить внимание, что все-таки преобладала в этой группе третья Б, третья С стадия. То есть, изначально диагностически неблагоприятные, прогностически неблагоприятные. То есть, третья А стадия, это была всего 19%. То есть, немного. Что мы получили? Что на сегодняшний день мы можем уже отследить данные пятилетнего наблюдения. И мы увидели, что комбинация доброфениб плюс траметиниб в адеватном режиме снижает риск рецидива на 49%. Причем, при подгрупповом анализе, в общем-то, практически все группы пациентов имели преимущество, ну, не практически, а все группы пациентов имели преимущество от адеватной таргетной терапии. Единственное, почему-то меньше всего пользы получала группа пациентов, которые проживали в Австралии и Новой Зеландии. Не знаю, с чем это связано, но вот таковы данные. Если посмотреть в зависимости эффекта от опухолевой нагрузки, ну, здесь еще, опять же, нету третьей Д стадии, хотя потом данные были перечислены, то, в общем-то, да, чем выше опухолевая нагрузка, то есть, чем более продвинутая стадия, эффект несколько выше адеватной таргетной терапии, ну, мы видим, что вполне значимое, статистически значимое расхождение кривых и при третьей А стадии. В последующем это все было пересчитано на, с учетом критериев восьмой классификации ТНМ, и может показаться, что при третьей А стадии эти кривые практически сливаются, но, фактически, речь идет о небольшом количестве пациентов, о 23 пациентов, поэтому увидеть на графике вот это расхождение, ну, не представляется возможным, хотя, наверное, все-таки оно присутствует. А при Б, С и Д стадиях мы видим, что расхождение кривых значимо, и пациенты имеют значимое преимущество те, которые получали доброфенип, траметинип по сравнению с группой плацебо. В целом, причем, да, о чем еще хочется сказать, что мы, ну, все помним графики эффективности адювантной иммунотерапии, когда, в общем-то, расхождение кривых происходит где-то начиная с 4-го, 6-го месяца, то есть поначалу эти кривые практически сливаются, то есть пациенты и в группе наблюдений, и в группе исследуемого препарата, иммуно-онкологического профиля, они рецидивируют, прогрессируются одинаковой частотой. И только потом, когда вот разгоняются эффекты иммунотерапии, когда иммунотерапия начинает работать, эти кривые начинают расходиться. В случае с таргетной терапией, эффект от таргетной терапии, он начинается как и в лечебных режимах, так и в адювантных сразу. То есть мы видим, все-таки я вернусь к этому слайду, уже буквально с самого начала существенное расхождение кривых, и в принципе оно наиболее максимально в первый год. То есть мы, да, какая-то часть пациентов в будущем спрогрессирует, но тем не менее, вот этот светлый промежуток, безрецидивный, у пациентов на таргетной терапии, у большего количества пациентов, чем на иммунотерапии. В целом, вот такие вот цифры. Мы видим, что только 5% в группе доброфенип и стромитенип спрогрессировали в первый год, ну вот на фоне адюватной терапии, на фоне лечения, против 41% в группе плацебо. В конечном итоге комбинация доброфенип и стромитенип уменьшает риск появления отдаленных метастазов через 5 лет примерно на 45%. Ну, конечно, в любом лечении важен профиль безопасности, важно то, насколько наше лечение, польза от нашего лечения превалирует над потенциальным вредом от нашего лечения. Но в адюватной терапии, особенно в такой терапии, когда мы не можем контролировать пациента, и вот прямо насколько он регулярно принимает лечение, вот вопрос нежелательных явлений, вопрос токсичности, он стоит особенно остро. Поэтому, уже об этом сегодня говорил, с сожалению, таргетная терапия, в том числе и адюватная, она имеет такой менее комфортный, скажем так, профиль токсичности, и в рамках исследования мы видим, что у 26% пациентов, не у каждого, конечно, третьего, но у каждого пятого, каждый четвертый токсические эффекты лечения нежелательные явления привели к отмене терапии. И еще 38% пациентов получали лечение сниженной дозой, опять же, из-за нежелательных явлений. И основным нежелательным явлением была как раз-таки периксия. У 23% она носила тяжелый характер, была выраженная третьей-четвертой степени. Поэтому, учитывая такое большое количество тяжелых нежелательных явлений, такой большой процент, и, в общем-то, поскольку периксия все-таки носила такой основной характер среди нежелательных явлений, была попытка управлять этими нежелательными явлениями. Ну, и был предложен... То есть мы привыкли, когда сталкиваемся с нежелательными явлениями таргетной терапии, ну, к какому-то такому пошаговому снижению дозы, до купирования этих нежелательных явлений. В данном случае был предложен принципиально иной подход, то есть для борьбы с нежелательными явлениями, но в контексте именно периксии, то есть поскольку это самое частое. При возникновении первого эпизода периксии полностью прерывалась терапия, с помощью нестероидных противовоспалительных средств добивались какого-то светлого промежутка без лихорадки, который должен был быть не менее 24 часов, после чего останавливалась терапия, пациент начинал принимать доброфенип, траметенип в прежних дозах, без редукции. И только после второго эпизода периксии, ну, и после последующих эпизодов периксии, после, опять же, полного перерыва в лечении, после светлого промежутка 24 часа, уже восстанавливался прием с редукцией дозы. И эффективность вот этого, от такого нового режима борьбы с нежелательными явлениями, было исследовано, для эффективности было затеяно исследование комби А+. Первая перичная и конечная точка – это как раз-таки оценить, насколько использование вот этого адаптивного режима борьбы с нежелательными явлениями все-таки влияло на возникновение, ну, опять же, в данном случае периксии 3-4 степени, но это же все коррелирует и с остальными нежелательными явлениями. Вторичные и конечные точки – это безрецидивная выживаемость и общая выживаемость, безопасность в целом, качество жизни. Что мы видели? Что использование такого адаптивного режима борьбы с периксией уменьшило общую частоту сложных случаев периксии в 2,5 раза. Третья и четвертая степень тоже уменьшилась в 5% до 3%. Госпитализации за периксией уменьшились более чем в 2 раза. И в конечном итоге, самое главное, прекращение терапии из апериксии уменьшилось значительно в 4 раза. Ну и, соответственно, это повлияло на вторичные и конечные точки, в частности, безрецидивная выживаемость. Такой вот слайд. 12 месяцев в группе комби А+, была 91%, почти 92% против 88% в комби АйДи. И общая выживаемость 99% в первые 12 месяцев в комби А+, по сравнению с 97% в комби АйДи. То есть, гораздо меньше пациентов, во всяком случае, в первый год, за счет того, что они продолжали лечение, либо в полных дозах, либо даже с редукцией, но не отмененных, гораздо меньше пациентов в итоге и спрогрессировало. Ну а теперь самый главный вопрос, что же выбрать? Конечно, с точки зрения общей выживаемости, с точки зрения безрецидивной выживаемости в начале и общей выживаемости в дальнейшем, мы видим, что адеватная таргетная терапия выглядит весьма перспективной. Наверное, если можно это увидеть на данной таблице, мы видим, что в первый год, как раз-таки за счет быстрого наступления эффекта таргетной терапии безрецидивная выживаемость, гораздо превышает безрецидивную выживаемость в исследованиях по адеватной иммунотерапии, в дальнейшем эти цифры становятся схожи. Хуже всего показал себя неволумап, но это исследование не совсем корректное, потому что в исследовании ЧЕКМЕ-238 изначально была группа пациентов с куда более худшими прогнозами. Это была вторая, третья B, третья C и четвертая стадии. Поэтому и цифры вроде как хуже, но это не совсем корректное сравнение. Общая выживаемость мы видим, что на второй год 86% в группе доброфенип-траметенип против 82% в исследованиях иммуно-онкологических препаратов. Поэтому если абстрагироваться от того, что происходит в реальной клинической практике, конечно, для пациентов третьей стадии, сбрав мутации, адеватная терапия, адеватная таргетная терапия, она выглядит даже предпочтительней в каком-то смысле. Во всяком случае, совершенно точно не хуже. Но дальше вступают вот как раз-таки аспекты реальной клинической практики. Я думаю, что многие, кто занимался адеватной иммунотерапией, интерферонами Альфа-2Б, сталкивались с пациентами, которые получали дорогостоящий тогда, дорогостоящий, редкий такой чудесный препарат Интрон, и копили у себя его в холодильниках, потому что они, было больно делать укол, они себя после укола плохо чувствовали, и реально это было никак не проконтролировать. То есть мы можем в этом случае только доверять пациенту. То же самое и с таргетной терапией, и с той же самой токсичностью. То есть нет такого вот контроля, как при иммунотерапии, когда пациент поступает, и мы точно знаем, что он это лечение получит. Поэтому для выбора пациентов для адеватной таргетной терапии, ну и вообще какой-то такой таблетированной, нужно очень тщательно подходить именно к выбору пациента. Надо четко понимать, насколько он привержен этому лечению, и насколько он готов целый год жить с определенными ограничениями, и с определенной токсичностью, с определенным режимом приема препаратов. Это первый момент. Второй момент, то, что это не минус, это минус не лечения, не терапии, а все-таки вот такой вот реальной клинической практики, особенности. Но большой плюс, особенно вот я представитель Ленинградского областного онкологического диспансера, Ленинградская область очень большая, и доступность медицинской помощи в Ленинградской области разная, скажем это так. И допустим, у нас на сегодняшний день самый, ну даже не то, что профицитный, а хотя бы не убыточный режим адеватной иммунотерапии, это неволумаб каждые две недели, то это госпитализация, и пациенты каждые две недели вынуждены проходить вот этот вот процесс сбора анализов, обследований. Это тяжело, это не каждому, не то, что даже по силам, а просто действительно не везде это даже возможно сделать так часто, так быстро и так легко. Поэтому вот в этом случае адеватная таргетная терапия, конечно, ну имеет колоссальное преимущество, потому что это адеватное лечение, и пациент может дистанционно его получать, избегая всех вот этих вот организационных сложностей. Поэтому вопрос пока открыт, но мы в своей практике назначаем таргетную терапию. Доброщение его, стремитесь к нему. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...